Здравствуйте! Здравствуйте, Лариса! Очень рада видеть вас у нас в гостях, тем более мы давно не встречались, но у нас тут такой классный повод, у вас юбилей, с чем я, конечно, вас искренне поздравляю. Я желаю вам, прежде всего, здоровья и, конечно, творческих успехов. Спасибо, дорогая бабочка. Если вот сейчас, оглядываясь назад, на мечты вашей юности, я имею в виду творческие мечты, вы можете сказать, что они сбылись? Ну, пусть не все, но хотя бы некоторые. Ну, практически да. Хотя мечтания были разные, совсем в разных они пространствах, но, тем не менее, наверное, все-таки я мечтала быть нужной людям. С самого детства я всегда дружила с людьми старше меня, с бабушками, со своими, с тетушками. И всегда вот я видела, как они с добром относятся к родственникам, к близким, к соседям. И, наверное, тоже хотела быть полезной. Не, наверное, а точно. Я хочу начать наш разговор с того, что у вас несколько направлений в работе основных. Ну, хочу сказать о том, что вы занимаетесь переводами. Вы поэт-прозаик. Помимо этого, в вашей работе очень много философии. И, конечно, основное занятие – это книги. Но я сейчас хочу у вас спросить именно про ваши переводы. Именно про русско-абазинский словарь. Или абазино-русский. Русско-абазинский. Русско-абазинский словарь. Вы мне в нашем разговоре сказали, что он где-то с 1947 года не обновлялся. Это уже почти 80 лет. Около того. И всем нам известно, что абазинский язык – он не из самых легких. Как вы за это взялись и почему, главное? И насколько, вот, вы считаете, у вас это получилось? Вы знаете, было это… всему этому можно найти логическую основу, потому что, ну, словари, переводы – это вообще моя специальность. Я окончила Институт иностранных языков. И обучение наше вообще всё обучение начиналось со словаря, со структуры, с построения словаря. И постоянного к нему обращения, потому что все пять лет, конечно, и вообще последующие годы словарь просто – это моя опора, жизненная необходимость для нахождения в профессии. Это, во-первых. Но случилось так, что очень не повезло нам со словарями, вот, людям моего поколения, потому что словарь Тукова «Абазинско-русский». Он небольшой – 15 тысяч, 14 или 15 тысяч, точно не помню. Но он тоже уже устарел значительно. А русско-абазинский, он ещё постарше. Поэтому вот мне, например, было очень трудно. Эти словари достаточны для тех людей, которые, ну, постольку-поскольку занимаются языком. А когда ты занимаешься этим глубоко, в дебри, конечно, это было очень трудно, потому что объём-то был большой, вот у русско-абазинского словаря, но там очень много таких повторов вообще непонятных, очень много русскоязычного компонента, который включён туда без необходимости. Всему этому есть прощение, потому что это люди, первопроходцы, они первые начинали это дело, поэтому, конечно, всё это присутствовало, но нам от этого не легче. Но за годы своей деятельности, конечно, у меня как бы образовался свой словарь. И когда я его просматривала снова и снова, я видела, что я могу туда встроить вот то, что у меня есть. И даже то, что я могу по ходу работы над этим словарём, очень много пришло по ходу. И вот этот словарь под редакцией Жирова Хамида, ну, там есть группа составителей, грамматический справочник составлял султан Хусейнович Гонов. Но при всём моём глубоком уважении всё-таки я хотела его изменить. И, наконец, мне это удалось. Благодаря поддержке экзекова Мусы Хабалевича. Вот как-то уговорить-то мы его с Муминат Султановной уговорили, но временем уже отведённого у меня уже не было. Я не работала с ним, так сказать, достаточно, только поверхностно. И вот лютой зимой случилось так, что я поехала в Пятигорск и остановилась в гостинице. И две недели я просто погрузилась. Проблема была ещё в том, что не было оригинал-макета этого словаря. Набора не было. Представляете, вот огромную помощь мне в этом оказали мои подруги из Рия Кавминводы, это Мещанчикова Алла и оператор Марина очень хорошая попалась. Они просто невероятно, и слава Богу, что у них аппаратура оказалась такая, которая подняла вот этот весь объём уже плохо различимой, плохо нечитабельной практически, ну, слабо читаемой вот этой продукции вот в этом словаре. И мы с этим, вы не представляете, начинали рано утром и заканчивали вообще тёмной ночью эту работу за две недели. Это невероятно. Но вы это сделали. Ну, это невероятно. Но я не хочу сказать, что я сделала всё, что нужно, но я сделала всё, что возможно за такой короткий период. Для сравнения, я вам скажу, что русско-абазинский словарь, над которым трудится до сих пор, это с 91-го года. Я помню, что в 91-м году Нурья Татлустановна Табулова приглашала меня, ну, возьми, пожалуйста, несколько букв. Но я сказала, что я боюсь подвезти, дети маленькие, транспорт ходит плохо. Если бы я только знала, что это продлится, это, знаете, как Моисей, поход Моисея с евреями по пустыне. Честно, вот так получилось 30 с чем-то лет, или уже около 40 лет. Да, практически так оно и есть. Но я это говорю не для того, чтобы... Ну, и для того, чтобы, понимаете, так нельзя относиться к такому нужному, важному для народа делу, поскольку я знаю, ну, все, у карачаевцев, даже, по-моему, по второму кругу, у черкесов точно по второму кругу, с помощью кабардинцев, им-то полегче. И у нагайцев мне прекрасный экземпляр подарил Валерий Сиперович нагайского словаря. И, конечно, мне очень обидно. Много раз я об этом говорила, и все равно приходится говорить. Будем надеяться на лучшее. Понимаете, да, вот даже я вот уже такой путь я прошла практически наедине с собой. Это очень... Что касается темы переводов, опять-таки, часто переводите вы абазинских поэтов, поэзию. Да, да, да. Насколько они довольны остаются, ну, те, кто есть, те, кто читает, насколько вы сами довольны, и насколько это близко к оригиналу, на ваш взгляд? Ну, вот первое большой опыт у меня был с переводом с черкесского на русский. Это мой однофамилец, можно сказать, Хаджимурат Шебзухов. Брат его обратился ко мне, Али Мурза. Человека уже не было на свете, а он оставил рукописи, в рукописном варианте. И мы сразу издали, тогда я работала в книжном издательстве, мы работали со Ставарпольской базой, полиграфической, прекрасной, ну, просто, конечно, об этом можно только мечтать, это было академическое такое, процесс такой шел. И вот я не хотела, тем более с черкесского, понимаете, я говорю, конечно, на черкесском неплохо, но говорить это одно, но художественно, язык, язык художественной, литература, поэзия, это, ну, нечто особенное, но вот несколько раз и отказывалась, но потом, в конце концов, я сказала, я говорю, если вы устроите так, чтобы я уехала, потому что, находясь дома, это невозможно, это просто невозможно. А он говорит, куда бы ты хотела уехать? Я говорю, ну, конечно, в Абхазию. Была уже осень, довольно поздняя осень, но он мне оплатил вот это пребывание, поездку, всю эту, и я, не представляете, я работала просто как заведенная, я просто утром продирала глаза, чашку чая там, и сразу за работу, где-то после обеда обязательное купание в море, потом снова за работу, и таким образом я и здоровье поправила, и сделала эту книгу, и они вышли одновременно в добрый путь стихи, стихи мои называется эта книга, я просто смотрю на нее, иногда читаю, думаю, боже мой, вот сейчас я бы уже не смогла этого сделать, что интересно, вот каждому времени, вот каждому, свое, свой труд, свой труд, да, именно вот в течение каких-то обстоятельств тебя подталкивает к этому, потом, знаете, а еще раньше я переводила Микаэля Хаджиевича Чакатуева, он дал мне целую тетрадь, и я находилась в Нальчике, я перевела, когда я приехала, это вот пример того, когда людям не нравится, ну, я прочитала ему эти стихи, и он сказал так, посидел, помолчал, и сказал, это совершенно не мои стихи, это не мое, вот, и я тут же, честно признаюсь, вот такой грех совершила, взяла, порвала эту тетрадь прямо у него на глазах, потому что, ну, по молодости лет мне было очень обидно, я потратила очень много времени, в душу свою вложила, потом, он сколько меня не просил, я больше ему не переводила, он там собирал эти листочки, по фрагментам, что-то там, что-то там осталось, но это был большой мой удар, и поэтому ко мне часто обращались, я не соглашалась. Вот скажите, на сегодняшний день каким, у вас 13 книг, скажем об этом, это немало, каким своим трудом вы, наверное, гордитесь, или считаете самым значимым для себя? Самым значимым, я не считаю, что это количество книг большое, потому что я знаю, что я могу больше, у меня вот сейчас прямо вот, как Астан Тендер давал сеансы одновременной игры в шахматы в фильме «12 стульев», также и я, вот 4 книги лежат у меня, и вот это все я отгребла в сторону в пользу детской книги, я очень много лет говорю об этом. Моя рукопись была утеряна где-то 180 чем-то страниц, это был большой для меня удар, но я собралась с духом и снова, снова я поняла, что, знаете, 65, это не то, что 60, даже если их переставить, 56, да, а не 60, это тоже очень много, смотреть в лицо своим годам, своему возрасту, с улыбкой, не терять работоспособности, это, конечно, невероятно трудно, потому что у меня много еще проблем, не буду их перечислять, но вы понимаете, женщин без проблем не бывает, но я все это отодвинула в сторону в пользу книги для детей, которая называется «Цветение Абазара», под цветением, под цветом я понимаю детей, и я в этой книге, ну, цель была такая, увидим, если позволит Аллах, если позволит, Мусак Абалевич, увидим, что я хотела, насколько получился, мой замысел удался, я считаю, что с самых юных лет нужно прививать ребенку осознанность себя в народе, ну, как-то я попыталась, насколько это возможно, правильно вы сказали, Белла, что абазинский язык не то, что не самый легкий, а один из самых трудных, но это если не учить его с детства, не находиться в этой среде, а тому, кто находится в этой среде, это естественно, это получается само собой, ну, есть там, конечно, я начала с буквы алфавита, на эти буквы четверостиши, это у меня на каждую из них, это поможет и родителям с детьми, и детям, потом маленькие стихи, короткие, но какими бы они маленькими ни были, все равно я вкладываю туда смысл немаленький. Но для детей же писать труднее. Да, для детей, конечно. Ну, я почему-то верю, что эта книга обязательно увидится, если вы большее. В этом почему-то даже нет сомнения, потому что дети, это наше все, они должны это знать. Вы знаете, ну, не было такой книги вообще у Абазин никогда, такой красочной. Я не хочу там себя восхвалять, но все-таки, наверное, в пору моего детства я все это находила, если не в книге, то в своем окружении. Родители, бабушка, дядюшки, тетушки, а сейчас такого окружения, такого этнически глубокого, богатого, к сожалению, у нас уже его нет. Поэтому мы вырастали такими, какими мы должны были быть. А сейчас нужно дать им опору. Да, обязательно. И напоследок я хочу у вас спросить. Писательство, только честно, вас наполняет или утомляет? Ну, как сказать, это, конечно, забирает и силы, и энергию, но если бы этого у меня не было, ну, я потеряла в жизни многое, но я считаю, каждая книга, которую я написала, она как бы, эти раны, они не уходят, но они рубцуются, на них накладывается такая спасительная повязка в виде моих книг. Поэтому я считаю, что я должна еще многое-многое написать, потому что эти раны, эти удары судьбы и удары членов нашего общества, они бесконечны. Поэтому нужно уже научиться защищаться от всего этого и находить смыслы в том, чтобы не уклоняться от того пути, который тебе предначертан. Я считаю, что вы большая труженица, вы очень талантливый человек. Конечно, я, как прежде, желаю вам творческих успехов, здоровья, радуйте нас, приходите к нам. Спасибо. И еще долгие-долгие-долгие годы вам вдохновения. Спасибо, моя дорогая. Большое спасибо.